Депрессия Мировая тенденция состоит в том, что с каждым поколением депрессия омолаживается, то есть возникновение этого расстройства, заболевания возникает во все более и более раннем возрасте, поэтому бьют тревогу специалистов всего мира, и с этим связана наша сегодняшняя пресс-конференция. Спасибо. Хорошо. Римма Рафаиловна, несколько слов от Вас. Дело в том, что депрессия – это проблема, с которой сталкиваются не только психиатры и психотерапевты. Врачи, которые принимают в обычных поликлиниках терапевты, невропатологи, врачи любых специальностей, сталкиваются с депрессией настолько часто, что это даже гораздо выше процент заболеваний с депрессией именно в общей соматической практике. И проблема в том, что такие грозные заболевания, как сердечно-сосудистая ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь, от присутствия депрессии усугубляются, потому что психопатологические нарушения и соматические находятся в так называемых рецепропных отношениях. Когда усугубляется заболевание соматической и депрессия усиливается, усугубляется депрессия и соматическое заболевание, усугубляясь, увеличивает даже смертность в разы при таких заболеваниях, как инфаркт, инсульты и другие сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, другие грозные заболевания, повышающие смертность, онкология, например, они практически в 100% сопровождаются депрессивными нарушениями. То есть эта проблема, на самом деле, гораздо шире. И люди, которые завсегдаты поликлиник, те пациенты, с которыми не могут справиться врачи общей практики, на самом деле очень часто страдают маскированными скрытыми депрессиями. Поэтому тема действительно актуальна во всех слоях общества. Ну, я уж не буду настолько широко уходить касаться детей, подростков. То есть все сферы нашего практического здравоохранения, к сожалению, они сталкиваются с этой проблемой. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ